Автомобили, мотоциклы за последние лет 30-40, они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что представить свое существование без них уже невозможно. Выглянув из окна на улицу, практически в любое время суток можно увидеть бесконечный транспортный поток. За долгие годы машина и другая техника сильно видоизменились, превратившись в сложнейшие механизмы, которые нередко становятся объектами исследования судебных экспертов. В частности, после дорожно-транспортных происшествий, хулиганских действий и даже в результате бракоразводных процессов. Основные вопросы, разрешаемые при проведении автотоворочных экспертиз, являются определение рыночной стоимости транспортных средств и их частей, определение размера вреда, причиненного транспортному средству в результате его повреждения, а также установление качества ремонта восстановительных работ. Наиболее распространенными объектами в текущем году являлись поврежденные транспортные средства в результате хулиганских действий, а также похищенные части транспортных средств. Следует отметить, что помощь судебных экспертов-автотовароведов требуется не только в случаях ДТП, хулиганских действий и угонов транспортных средств, но и в бракоразводных процессах. Так, если супругам необходимо разделить спорный автомобиль, то суду потребуется определить его рыночную стоимость. Перед исследованием транспортное средство отправляется на специальную стоянку. Сюда приезжает судебный эксперт со своим оборудованием. Он детально фотографирует все составные части повреждения, после чего проводит экспертизу, оценивает рыночную стоимость и только после дает официальное заключение, которое в ряде случаев предоставляется в зале суда. Такое бывает, например, если хозяин мотоцикла или автомобиля не удовлетворен оказанными ему услугами, например, СТО. В последнее время участились случаи обращения граждан по вопросам определения качества ремонтно-восстановительных работ автомобилей на СТО. Проведенные исследования помогают решить спорные вопросы владельцев автомобилей и СТО. А предыстории попадания транспортного средства могут быть самыми разными. Провод судебным экспертам приходится оценивать погибший автомобиль. Так, мужчине повредили автомобиль Volkswagen Passat. Автовладелец одолжил свой автомобиль знакомый, который воспользовался автомобилем, чтобы съездить в лесной массив на встречу с мужем, с которым находится в бракоразводном процессе. Во время разговора мужчина вспылил и буквально разгромил автомобиль. Автомобиль был изъят и направлен в Государственный комитет судебных экспертиз Поблесской области для проведения автотоворочной экспертизы. По результатам проведения экспертизы, размер прида, причиненный автомобилю, составил 109 белорусских рублей. Стоимость оказалась невысокой, так как при проведении исследования было установлено, что автомобиль являлся погибшим еще до повреждения. Все задачи решаются судебными экспертами с технической точки зрения в достаточно сжатые сроки. Это позволяет быстрее установить истину и, соответственно, скорее помочь решить возникший конфликт. Всего же с начала года автотовороведческое исследование в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз Поблесской области прошли порядка 200 транспортных средств.